Привет, ребята, на связи с вами Серега, и мы продолжаем вещать наш курс HTML Master. Итак, сегодня мы познакомимся с достаточно старым тегом, который называется TextArea. Он используется уже очень давно, но в HTML5 он по-прежнему актуальный, поэтому мы его будем разбирать и здесь. Итак, давайте мы откроем нашу формочку, точнее страничку Page2HTML в редакторе, и здесь под полем «Укажите пароль» давайте мы заведем обычное текстовое поле. Так, для начала я завожу обычный тег P, который мы тут уже придумали, да, так, меточку, здесь напишем «Текст», а тут напишем «Сообщение». Так, два и тощие. Что дальше? Дальше у нас все довольно просто. Смотрите, мы вводим обычный текст Area сюда, жмем «Таб», и в итоге давайте мы этот текст сразу ставим и сюда, и сюда, пускай работает. А тут, обратите внимание, если мы сейчас откроем страничку, то у нас появится вот такая вот красивая штуковина, да, куда мы можем вводить очень, ой, очень и очень, и очень, и очень, очень, очень много текста. Так, ладно, двигаемся дальше. Дальше у нас, смотрите, два атрибута идут, Coles и Rose. Вот эти атрибуты, они указывают размер текстового поля. Точнее, они указывают размер не в пикселях, а в, смотрите, Coles. Он указывает ширину вот этого самого поля текстового в символах. Обратите внимание, в символах. А вот атрибут Rose, он указывает высоту, высоту нашего поля, именно в строках. И некоторые могут подумать, что сейчас эти атрибуты почему-то устарели, потому что мы можем использовать, задавать высоту и ширину в HTML при помощи, точнее, путинуты в CSS при помощи свойств Wits и Hates. Однако, эти атрибуты по-прежнему считаются актуальными, и если вы их будете использовать, то никто ругаться на вас не будет. Но, если честно, я чаще всего использую именно CSS и задаю все оформление, в том числе и размеры через CSS. Но вот эти атрибуты не актуальны, чтобы вы знали. Так, двигаемся дальше. Смотрите, то, что мы разместим вот сюда между тегами текст Aria, давайте мы напишем здесь какой-нибудь текст рыбу. Ну, давайте, слов 100 нам хватит вполне. И обратите внимание, что вот эти все слова, они появятся в этом поле. То есть, они уже будут сюда введены. Обратите внимание, это не подсказки, это конкретно то, что уже здесь введено. Ну и, соответственно, здесь появляется вот такая штуковина. Скролик, да. И обратите внимание, что в каждом браузере по умолчанию, если мы не применяли никаких стилей, вот это поле текст Aria, оно будет выглядеть немножко по-разному. Поэтому советую посмотреть, как оно выглядит в Firefox и в E. Ну, вот в Chrome видите, как это все работает. Так, двигаемся дальше. Дальше давайте мы это все отменим. Так, уберем. И смотрите, вот этому полю доступны прежние атрибуты, которые мы с вами изучали, в том числе и из HTML5. То есть, это required обязательное наполнение. Потом, что там еще у нас было? Disabled, то есть, невозможно ввести. То есть, все это работает. Ну, давайте введем Placeholder. Например, это подсказка, да. И пишем. Введите сообщение. Точка, точка, точка. Все, сохраняемся. Обновляем страницу. И видите, здесь подсказочка у нас спокойненько вылазит. И как только мы начинаем вводить текст, она тут пропадает. Ну, и, соответственно, еще напомню, что мы изучали такой атрибут, который называется MaxLets. Max. Блин, я все не знаю, как он читается, блин. Так. Вот он. И здесь мы указываем максимальное количество символов, которые можно ввести в наше текстовое поле. Ну, давайте я введу мало, чтобы мне много не вводить. Нажму сохраниться. И здесь, смотрите, теперь я могу ввести это, например, предложение слишком короткое. Ну, видите, да. Не могу я дальше вводить. Вот так все это дело работает. Атрибут, точнее, тег этот довольно простой, как кусок мылованный. Так что, думаю, вы с ним освоитесь быстро. MaxLens я отсюда убираю. Атрибуты Coles и Rose я убирать не буду. Пускай они тут висят. Потому что мы еще стили не изучали. Но в стилях мы обязательно, когда будет курс CSS мастера, посмотрим, как это все дело оформлять при помощи стилей. Так, друзья, на этом все. Спасибо вам за лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, и, конечно же, не забывайте делиться этим видео. А следующее видео я вам уже выложу очень и очень скоро.